здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем сумку крючком из вот этой вот пряжи которая у меня была в обзоре в круглую сумку которую я давно хотела связать вижу ее себе так первым делом девчонки крючок у меня 5 миллиметров и делаю я слепую петлю или слепое кольцо как она правильно называется скажите мне втаскиваю петлю и провязываю 10 столбиков это кольцо 10 стягиваю это колечко хорошо прям так туго чтобы дырки не было и замыкаю кольцо соединительным полустолбиком вот такое колечко делаю воздушные петли подъема и далее из каждого я вывязываю по 2 петли по 2 столбика из каждой петли так смотрим один два три 4 5 6 7 8 9 10 и замыкаю полустолбиком вот она мое кольцо где теперь делаю воздушную петлю подъема и вижу один столбик в предыдущую петлю из следующего вывязываю два видите один здесь и следующего 2 снова то же самое 1 2 то есть добавляю через одну петлю когда у нас здесь остается один два три 4 5 дети я делаю воздушную петлю и поворачиваю буду делать добавление через два столбика через один вы через два столбика и так далее так буду продолжать видите два столбика добавления два столбика добавления теперь мы будем вязать поворотными рядами вот так вот последняя кромочная вывязываем ее из этой петли подъема далее петля подъема поворачиваемся далее мы вяжем три петли между добавлениями то есть три столбика и добавление раз два три и добавление и так вот до конца ряда по три и между ними по три петли между добавлениями далее еще один ряд по четыре петли и между 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 добавлениями так вот смотрите так раз то нас шестой ряд вот где я между добавлениями делаю 4 петли и вот смотрите сделала я в шестом ряду последнее добавление по сути вот это будет в каждом ряду девчонки так видите у меня здесь остаются петли как бы три 4 я по идее должна сделать здесь добавление но я его делать не буду потому что я ряд начинала из трех петель и добавление у меня вот здесь вот специально чтобы их смещать так мы знаем да кто вязал круги добавление нужно смещать ним в коем случае нельзя их раз рас располагать напротив поэтому здесь я его просто не делаю потому что будет вот такой вот эффект а мне нужен эффект раскрытой как бы сумки чтобы эта часть у меня вот так вот раздваивалась так довязываю до конца ряда и следующий ряд я буду вязать без добавлений это седьмой ряд делаю воздушную петлю и вижу седьмой ряд без добавления девчонки это все кто не знаком с этими вязаниями кругов хоть это и незаконченный круг но принципа у нас остается круга поэтому седьмой ряд я вижу без добавлений потом следующем ряду у меня будет 5 петель между добавлениями потом 6 то есть в каждом ряду я буду добавлять одну петлю 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 между добавлениями так это я довязываю седьмой ряд вот он мой седьмой ряд такая вот фигура у нас уже вырисовывается далее восьмой ряд у меня будет 5 петель между добавлениями 9 ряд 6 петель мин между добавлениями 10 ряд 7 петель между добавлениями 11 8 петель и 12 9 далее продолжаю вязание по схеме которую я вам озвучила так вот смотрите провязала я 12 рядов у меня здесь работе вот так это выглядит последний ряд последний ряд как я и говорила я да у меня были добавления через за 9 петель теперь ряд я вижу без изменений 13 ряд так провязала я 13 ряд без изменений вот смотрите теперь я вижу 14 ряд у меня будет с добавлениями через 10 петель 15 ряд без изменений 16 ряд с добавлениями через 11 15 петель в семнадцатом ряду я добавляю через 12 петель и 18 ряд я вижу без изменений всего 18 рядов у меня видите вот такая вот деталь получается и еще конечно утюжком зафиксирую теперь я просто в каждый ряд вот здесь он провяжу столбиком без накида чтобы был красивый краешек таких деталей мы вяжем две девчонки и переходим к ручке для ручки я набрала вот такую же длинную цепочку из 220 петель и буду вязать таким вот образ 70 столбиков без накида вот таких вот далее 80 столбиков с накидом вот таких вот и последние столбики без накида тоже 70 значит 70 столбиков без накида 80 столбиков с накидом и в конце 70 столбиков без накида так вот смотрите видите 70 петель столбиком 80 столбиком с накидом столбик с накидом и 70 столбиков далее второй ряд мы вяжем таким вот образом поворачиваемся можно конечно в круговую но я чтобы вам удобнее объяснялась второй ряд 60 рядов столбика от 60 петель столбиком 100 петель столбиком с накидом и 60 петель столбиком так вот они два ряда девчонки мы видим что шире у нас нижняя часть получается за счет этих столбиков с накидом теперь следующие два ряда следующие два ряда вяжем таким вот образом 85 столбиков с накидом ой 85 столбиков без накида далее 50 столбиков с накидом это будет где-то в центральной части у нас 50 и далее 85 столбиков без накида в конце видите ручка у нас будет такая тоненькая там были столбики это будет наша наша нижняя часть сумки так вот они два ряда девчонки мы видим что шире у нас нижняя часть получается за счет этих столбиков с накидом теперь следующие два ряда следующие два ряда вяжем таким вот образом 85 столбиков с накидом ой 85 столбиков без накида далее 50 столбиков с накидом это будет где-то в центральной части у нас 50 и далее 85 столбиков без накида в конце видите ручка у нас будет такая тоненькая там были столбики это будет наша наша нижняя часть сумки связано у нас 4 ряда видите низ у нас расширяется вот они два последние ряда здесь прям так хорошо видно видите вот нашли сумочки и теперь последние два ряда всего из 6 ряда у нас состоит это часть сумки значит пятый ряд 60 столбиков без накида 100 столбиков с накидом как второй ряд и 60 столбиков без накида и последний ряд как 1 70 столбиков без накида 80 с накидом и в конце 70 без накида заканчиваем вязать ручку и далее продал продолжаем мы хорошие уже подготовилась вот видите моя ручка которую я связала тысяч шести рядов вот видно кстати видите мои расширения теперь нитку я не обрезаю потому что я еще сейчас буду с ней работать я сглупила девчонки здесь нужно было при наборе оставить больше нитку поэтому мне сейчас придется или на другую нитку но вы оставьте при наборе вам будет удобнее меньше узлов будет сейчас мне нужно сшить эту ручку на не сложилось и еще раз свяжу здесь вот не обрежу так теперь вот смотрите тут где мы оставили вот эту ниточку я буду вязать полустолбиками смотрите захватываю петлю и протягивая сразу же то есть вот такой вот момент украшения и уплотнения то есть по краю я буду провязывать вот такими вот полустолбиками видите как она выглядит она уплотняет и украшает этот краешек так девчонки доделаем наши вытянутные заночную сторону эту нить что хочу сказать опять же еще сделаю вот этот уплотняющий один ряд полустолбиком значит вытягиваю первую петлю нитку здесь оставляю вот так вот висеть а ее потом уже закреплю когда будет сумка собрана увидите и вот такими вот полустолбиками еще укреплю линию края завязала до конца ряда нитку обрезаем тоже пока оставляю здесь вот так вот даже можно вытащить на обратную сторону изнаночную что далее далее не нужно сделать застежку для застежки я связала вот такую вот цепочку из 100 петель и и я продеваю сюда сейчас в дырочки из 100 воздушных петель оставила побольше вот эти нитки при наборе когда заканчиваем здесь я сделаю просто крепкий узел даже вот эту нить я сюда завяжу чтобы все она крепко держалась обрежу нити таким образом у нас будет подготовлена задняя часть а переднюю половинку мы точно также сделаем вверх причем пуговицы вот смотрите прямо по центру так с этими заготовками мы пока закончили так и вот смотрите девчонки здесь мы когда приближаемся к тому моменту где у нас начинаются вот эти вот столбики с накидом отсюда отсюда мы подкладываем где вот видите вот он первый первый столбик с накидом мы прикладываем наш нашу основную деталь неважно спинку или перед так стоп вот так вот и в каждую петлю то здесь у нас этих столбиков 80 и здесь здесь на этой детали тоже 80 и она у нас должно закончиться вот именно там где заканчивается столбики с накидом то есть вот таким вот образом мы делаем кантик и одновременно пришиваем основную деталь вот так вот видите такой красивый у нас получается ободочек сюда далее смотрите я прошлась по кругу теперь я приближаюсь сюда моему как бы краю украину и снова я иду как бы на ручку обвязывать ручку здесь покажу то есть до конца я далее уже не буду показывать вот смотрите здесь вот эти вот края мы их проденем на изнанку здесь я их просто протяну ниже и завяжу узелком и обрежу нить чтобы она у нас была пониже чтобы не торчал этот узел так вот видите у нас должен получиться аккуратный краешек сумочки и эту это у меня получилось уже совсем наизуне и то я просто проделал и обрежу закреплю так завязываю ручку до конца этим полустолбиком вот смотрите я замкнула как бы вернулась туда где я была теперь девчонки я просто чтобы снова не делать лишних узлов и вот таким вот образом передвинуть на другую сторону конечно если хотите считайте что будет красивее обрезать задеть продеть вы это сделаете я почему-то решила вот так вот видите у меня уже здесь вот куча утонка которые я не люблю я потом его просто потом швейной иглой распущу и прищу изнанки от видите почему я не хочу этого делать вот теперь я по второй половине пройдусь точно также вот теперь я вот так вот проект продвигаюсь сюда и здесь я прикреплю бы пришью эту вторую половину смотрим вот видите где у нас столбик с накидом сопоставляем и по кругу точно также я пришли смотрите завязала я сюда по кругу уже до конца схватила тоньше крючок чтобы здесь вот продеть еще в петлю сюда я вот так вот пару раз провяжу и все что я еще сделала смотрите на вот этой веревке завязала два узла чтобы можно было застегнуть эту сумочку ты все девчонки вот такая вот сегодня у нас сумка ушло ровно два матка ссылка на продавца пряжек будет внизу под описание под видео и одна пуговица весь материал и 10 процентов скидка на пряжу по промо коду что переходите смотрите не обязательно вязать из этой пряжи это уже ваш выбор вот сумка у нас сегодня я с вами прощаюсь с вами была вика и школа рукоделия пока пока вау 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok